вот она виновница безобразия плеча накала кусочек который отвалился и упал в горшок сегодня идет пятый день хлопот отсечки видимо до меня кто-то менял машина завелась но работает на трех горшках и нет компрессии всем добрый день уважаемые мои подписчики и случайные зрители моего канала сегодня идет пятый день по выяснению причин почему у меня так плохо работает автомобиль если кто-то не знает предысторию могу немного вам поведать о том как это все случилось в один прекрасный вечер ехал с работы домой остановился в пробке пробка была довольно таки долго я заглушил двигатель через 20 минут начал заводить машина не завелась чуток проверил посмотрел в чем проблема оказалось что у меня умер клапан отсечки нужно было его снимать снимал я его очень долго хотел снять не снимая насоса но не получилось потому что клапан отсечки видимо до меня кто-то менял и посадил его на фиксатор резьбы и для меня это было настоящей проблемой пришлось снимать насос снял насос полом выковыривал этот клапан отсечки поставил новый насос был на стенде на стенде насосе я показал хорошо установил насос но не попал шпонкой в паз в итоге машина не захотела заводиться еще и к этому прибавилось то что у меня на третьем горшке когда я выкрутил свечу и увидел что кончик свечи обломанный это было для меня неприятным открытием в итоге насос снял поставил правильно в шпонку машина завелась но работает на трех горшках и нет компрессии нужно выяснить почему нет компрессии а чтобы это выяснить нужно снять все навесное то есть необходимо снять голову прежде всего чтобы снять голову нужно снять все остальное а это впускной коллектор турбину выпускной коллектор будем снимать говорят что это не такая сложная работа работа на час-два перекурами если знаешь как это делать то за час в принципе можно справиться нет но пару часов нам необходимо заглянуть в третий цилиндр и посмотреть что же там случилось для того чтобы снять голову необходимо снять впускной коллектор выпускной коллектор выпускной коллектор вместе с турбиной и приемной трубой но если вам не хочется снимать приемную трубу откручиваем вот эти четыре болта на турбине вот эти четыре болта откручиваются они довольно таки сложновато поэтому действуем аккуратно как я поступил я открутил на впускном коллекторе на выпускном коллекторе вот эти болты подлез к тем болтам снизу обязательно нужно иметь в наборе типа вот такой вот головки и маленькой трещотки это обязательно потому что под вот эти нижние болты вы не подлезете попробовал открутить турбину от коллектора тоже плохо снимается болты прикипевшие это нужно делать аккуратненько или подогревать и горелочка или еще как-то потому что вот до этого крайнего болта у которого там снизу черта с два подлезешь вот эти болты снялись хорошо сдернулись прям так раз раз я их сдернул и третий снизу который вот здесь тоже самое сдернул вообще замечательно но не получилось для того чтобы снять приемную трубу вот эту вот вот эту вот приемную трубу я очень просто нужно открутить вот эти три болта с обратной стороны и вот здесь на блоке есть два болта крепления сейчас покажу эти два болта приемных крепления турбины вот они два болтика на самом колоколе их тоже откручиваем все болты отдал на впускном коллекторе но отдали все шпильки кроме одной так что придется возвращать шпильки в исходную отдал там три болта отдал вот здесь вот три болта которые стоят два болта которые стоят отдал вот этот шланг охлаждения снизу трубы и труба внезапно стала очень хорошо двигаться и вынимаем трубу вместе с коллектором вот она нас создать открутил снял снял шестерни распредвала сейчас нужно снять натяжные ремни отдать здесь генератор кожух снимать не надо убрал два болта генератора ослабил ремни чтобы можно было снять голову здесь обязательно вот эту чеку снимаем и убираем проводочку в сторону здесь нужно снять штекер датчика коленвала тахометра действуем аккуратненько все запоминаем ничего не забываем форсунки снимаем вот такой длинной головкой на 22 длинная головка больше никакими ключами не получится их снять снимаем сейчас форсунки и так вот она гбц соответствие с имеемой схемой с умной книжки по нашему двигателю нам необходимо ш первыми при отдать вот эти два болта вот этот и вот этот они на схеме отчислятся как а а дальше отдаем 1 2 при отдаем 3 4 5 6 7 8 и так далее аккуратненько отпускаем по чуть-чуть напоминаю по чуть-чуть прошел три четыре раза в соответствии со схемой аккуратненько нежно при отпускаем болты не надо никуда спешить сдернули чуть-чуть добавили сдернули чуть-чуть добавили и все будет хорошо сейчас все болты от руки откручиваются все открутить пробуем сдернуть не забываем вот про этот болт на 10 тоже держит он к самому блоку корпуса прикручен сдергивается открыли самый ответственный момент подъем головки блока цилиндра как вы думаете что там сейчас остановите видео и оставьте свои комментарии что же все таки было в третьем цилиндром мое мнение что там полностью задрало третий цилиндр и блок на выброс открываем сняли голову теперь мы аккуратненько приподнимаем и смотрим что же там случилось с моим третьим цилиндром вот моя голова и что я здесь увидел клапана не встречались с поршнями а вот там и задир хона практически нет тут заметно ступенька здесь тоже правда еле-еле ступенька смотрите на результат который бывает когда кусочек свечи попадает внутрь камеры сгорания видите вот он отпечатался вот он отпечатался и вот он отпечатался пальчиком он конечно чувствуется но наверняка его можно будет убрать вот он бедненький кончик свечи вот он вот он жаль 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 очень жаль теперь самое интересное обратите внимание какие отпечатки оставил кончик свечи на гбц интересно правда в принципе тут ничего страшного шлифануть останется это безобразие на месте головку можно будет ставить обратно короче на капиталку и я попал на 100 с копейками рублей вот 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 Продолжение следует...